Приветствую вас. С точки зрения психологии мы можем помочь вам посмотреть, как вы оказались в данной ситуации. Мы можем помочь вам разобраться в данной ситуации, мы можем показать вам, что конкретно произошло и что конкретно спровоцировало то, что у вас начались проблемы, условно говоря, мы можем помочь вам разобраться в этом, если вы, например, со своим партнером обратились бы к нам, допустим, на семейную консультацию. Вот. Мы могли бы рассмотреть, поговорить с вами обоими, да, ну или хотя бы только с вами. Вот. И вы, соответственно, как бы уже увидите в чем проблема и как вам можно данную проблему решить. Вот. Но мы, конечно, не можем вернуть вас на ваши прежние отношения, хотя бы, хотя бы потому, что это невозможно, ибо ваши отношения, они меняются каждый раз, когда, ну, что-то происходит, они развиваются, вы получаете опыт, и, соответственно, нельзя говорить о том, что отношения остаются в какой-то вот такой, ну, статичной форме. Вот. Вот. То есть я бы хотел сказать, что отношения – это то, что он постоянно развивается, вот, а вы, пытаясь вернуть отношения в прежнюю, как бы, форму, вот, а вы игнорируете вот этот факт, факт, что отношения развиваются, и если вы игнорируете этот факт, что отношения развиваются, то, что, возможно, вы игнорируете факт и своего развития. Что же? Если это так, то это скорее, ну, скорее негативная история, больше, чем позитивная. Вот. И вам стоит, наверное, немножечко пересмотреть взгляд на отношения, в принципе, и на восприятие себя. Потому что воспринимать себя как устойчивую систему, как устойчивую экосистему, без какой-то возможности развития. Это очень ограниченное восприятие себя. И, возможно, это одна из причин, по которой девушка на вас обиделась, как вы пишете. Вот. С другой стороны, с другой стороны, вы несете только половину ответственности, только 50% в отношениях. Вы ответственности не несете. Остальные 50% ответственности лежит на девушке, если она обижается. Значит, в некоторой степени это ее проблема. Вот. И вам, ну, вам, на самом деле, желательно бы это признать, вот, признать, что это ее проблема, потому что не все вопросы можно решить, как бы, вместе. Некоторые вопросы должен решать сам человек. Вот. Потому очень важно понять причины, по которым девушка на вас обиделась. Вот. Если что-то сделали вы, это один момент. Если что-то сделала она, это другой момент. Вот. Тут очень важный контекст. И именно в рамках контекста этой ситуации я предлагаю вам подумать. Подумать. Именно рамки, именно границы, именно наполнение, содержание, контекста ее обиды и значение обиды для вас. Я предлагаю вам обдумать. И вот с этим уже обратиться лично к специалисту для того, чтобы он помог вам разобраться в себе и выявить для себя какие-то новые аспекты поведения. Вот. Которые сделали бы невозможным повторение данной ситуации. Там, известно, сейчас вам удастся свою девушку переубедить, например, в том, что, ну, что все хорошо, да, и вы опять будете вместе, но при этом ситуация повторится, то она уйдет еще раз, но это правда уже, скорее всего, навсегда. Вот. То есть, риск того, что она действительно 21 г. очень повышается. Ну, и то, что вы от нее без ума, да, это тоже, на мой взгляд, то, что желательно бы поисследовать, потому что без ума это что значит, что вы ее любите очень сильно, тогда вы хотите для нее счастья. Без ума что значит, что вы без нее не можете, но это говорит об определенной зависимости, об определенной вашей зависимости от нее. То есть, это нужно исследовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. В личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.